Национальная библиотека Чувашской Республики частично возобновила обслуживание. Этому долгожданному открытию обрадовались многие жители столицы. О том, как проходит работа в библиотеке в настоящее время, смотрите в эфире. В режиме абонемента открылся центр чтения. Здесь можно взять художественную литературу на дом. Если нужны книги нет на месте, ее принесут из других отделов библиотеки. Обслуживание идет только по предварительной записи. Буквально за 8-9 дней обслуживания библиотеку посетило уже 500 читателей и выдано почти 1000 книг. В основном это художественная литература, но есть возможность сейчас взять документы и из отраслевых отделов. Все обслуживание проходит в фойе первого этажа. Здесь мы соблюдаем необходимые меры безопасности, то есть это наличие масок, перчаток. На входе обрабатываются руки дезинфицирующими средствами. И все книги, которые читатели сдают, проходят обязательно пятидневный карантин. Записаться можно по телефону, электронной почте или на сайте. Есть электронный каталог, в котором можно найти интересующее издание и отправить заявку на получение. К приходу читателя сотрудники библиотеки уже все подготовят. Одновременно можно заказать не более пяти книг. Я беру книги, которые мне нравятся, но и которые были написаны достаточно давно. Я отношусь к этой библиотеке положительно, потому что мне неудобно читать книги в интернете, а тут я могу прийти и взять книгу и прочитать их вживую. Я беру «Коты-воители», они очень интересные. Сейчас я беру вообще школьную литературу, которую мне задали в школе читать. Я вообще три года подряд прихожу сюда. Тут очень книги интересные. То есть почти каждую неделю беру по книгам. Ну, очень интересные книжки, читать очень люблю. В условиях временной изоляции людям особенно приятно проводить время с книгами. Да и школьникам нужно готовиться к новому учебному году. Именно поэтому в национальную библиотеку приходит все больше людей. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика.